Девчонки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. И мне в моем инстаграме поступил запрос сделать видео о том, что лежит в моей сумке. У меня уже есть, по-моему, даже два видео уже таких на моем канале с разными сумками. Ну и почему этот запрос поступил? Мне на 8 марта муж подарил сумку, в общем, новую. И всегда интересно, что же лежит в новой сумке, да? Ну, в общем, я сразу оговорюсь, что ничего какого-то экстраординарного, супер какого-то интересного у меня в сумке не лежит. Но я покажу, что в ней есть. Итак, сама сумка. Сумка выглядит вот таким вот образом. Что сказать о самой сумке? Во-первых, мне очень нравится ее форма. Она как бы не такая вот, она действительно держит эту форму, какая у нее есть. И она не... поверхность у нее очень интересная под кожу и под кожу такую мягкую. Она очень легко вытирается, моется. Также мне нравится вот этот... Она не просто черная, да, скажем так, практичная, но вот с таким красивым рисунком. Рисунком, как вы видите. Мне нравится вот этот кармашек. Здесь у нас стегивается дальше кармашек на замочке. То есть он функциональный. И сзади вот тоже есть такой кармашек. Ручки. Вот эти маленькие. Я в основном ими пользуюсь, когда ношу сумку. Ну, вот так вот на руке, да. Есть также в комплекте, вот вы видите, ушки. Длинные ручки. Но я думаю, ими пользоваться нет никакого смысла, что такую сумку все-таки не будешь носить через плечо. Она очень вместительная, несмотря на свой вот такой, в принципе, небольшой размер. И вообще, когда я выбираю сумки, для меня это очень важно, чтобы сумка была, с одной стороны, не очень большой, но в то же время в нее помещалось довольно много вещей, так как я вообще люблю чувствовать себя комфортно, когда я выхожу из дома и беру много нужных мне вещей. Вот. Ну и плюс какие-то вещи ребенка я иногда тоже кладу в свою сумку. Вот. Так что, как бы, для меня это всегда дилемма найти сумку, и симпатичную, и не очень большую. Но вот эта сумка идеальный компромисс. Муж меня уже очень хорошо знает, поэтому она мне, конечно, понравилась. Так. Открываем мы ее. Здесь молния. И внутри у меня как бы один большой карман, который разделен на два. Вот. И внутри есть такие маленькие кармашки под сотовый телефон, как вы знаете, и на молнии, в которые вы можете какую-то более-менее секретную вещь положить, да? Ну и начнем. Первое, что у меня здесь лежит, это вот такой вот чехол. Чехол, в котором лежат мои очки. В общем, сейчас уже наступает довольно солнечное время, и все мы, ну, многие из нас носят очки. К тому же иногда я езжу за рулем, поэтому я взяла за правило, что очки всегда должны лежать в моей сумке. Плюс у меня очень слезятся глаза, и чаще всего, конечно же, это происходит на солнце, поэтому очки мы must have. Сейчас я их ношу в чехле, потому что многие очки у меня погибли в сумке от контакта с другими вещами. И очки сейчас у меня лежат вот такие, с сайта Dresslink. Очки очень классные, в том плане, что мне нравятся по дизайну, как они выглядят. То есть, мне кажется, они очень такие интересные. Да, это не новинка. Понятное дело, что многие уже этим летом носили такие очки, но до меня эта мода дошла только сейчас. Что я хочу сказать, они у них секс, то есть, мой муж тоже их иногда одевает, они ему тоже нравятся, и даже моя дочка тоже их примерила, и они ей тоже вполне подходят, поэтому очки классные. В общем, вот солнце защищает неплохо, мне нравятся. Единственное милость, что они очень-очень хрупкие. Вот, как вы можете видеть, очень-очень тонкие вот эти вот все железочки, то есть, только в чехле. И вот я обязательно, конечно, ношу это все в сумке. Дальше. В этом же отделении вот я еще не успела вытащить те самые ручки от сумки. Вот. Я не распаковывала, они довольно длинные. Не знаю, может, для чего пригодятся, но пока, в общем, лежат сумки. Дальше у меня лежит щетка для обуви. Вот такая вот, самая простая. В принципе, она мне сейчас не очень нужна, потому что я ношу сейчас обувь, которая не требуется в полировке, и на весну я взяла сапоги лаковые специально, которые не нужно чистить, а можно просто протереть. Но предыдущая моя обувь, осенняя и зимняя, была вот именно та, которую нужно было чистить. И у меня как-то вошло в привычку, что вот с собой есть губка, прошу прощения, иногда мужу нужна. Она бесцветная, просто блеск. С этой щеткой у меня связаны такие интересные истории, расскажу сейчас примерно какие. В общем-то, вы знаете, в больших супермаркетах, естественно, есть рамка, да, через которую вы проходите, когда выходите из магазина, дабы ничего не украсть, а если вы что-то прихватили, то оно будет пищать. В общем-то, со мной было такое не раз и не два, что я прохожу через эту рамку и начинаю пищать. Вот, естественно, я показываю чек, показываю продукты, что все мною оплачено, что на мне, в принципе, ничего такого нет, ну, как бы меня не обыскивали, просто вот я показала. Пару раз были моменты, что это были вроде как какие-то книжки-разукраски, которые вот этот штрих-код не размагнитили, и он пищал. В общем-то, наступил один раз такой момент в детском магазине, когда я вроде все уже показала, все не пропустили, ничего не пищит, но я пищу, то есть моими какими-то личными вещами. Меня попросили раскрыть сумку показать, я показала, и, в общем-то, у моего мужа, по-моему, пало подозрение на то, что пищит вот именно эта щетка для обуви. И когда ее пронесли через, в общем, эту рамку, действительно пищала она, видать, вот эту штуку не размагнитили, и в каком бы я ни была в магазине вот с этой щеткой, я везде пищу. Это уже наша смешная такая традиция, в общем-то, что я что-то выношу из магазина, ну, не знаю, забываю ее выложить, наверное, надо бы. Вот, ну, пока лежит. Так, другой карман. В другом кармане сразу у меня попадается в руки моя косметичка. Косметичка от Горнье, она не очень практичная, потому что она белая и очень сильно пачкается, но она удобная, потому что размер самый подходящий для меня, вот, и она помещается практически в любую мою сумку. Что в ней я, по-моему, уже показывала. Знаете, честно вам скажу, не особо что-то изменилось. Здесь очень много всего, мне кажется, мне ее надо перебрать, причем не с самого нужного. Ну, например, здесь у меня, я не знаю, по какой такой таинственной причине, сейчас я вам покажу, девочки. В основном, что у меня здесь лежит, это разные помады и блески для губ. Вот в таком невероятном количестве, я не знаю, зачем мне столько, вот, обязательно переберу. Вот эта, конечно, штучка нужная, она увлажняет мои губы и частенько ей пользуюсь. Я не знаю, зачем мне вот эта розовая помада, красивая, конечно, от Фаберлик, но я ей, в принципе, пользуюсь не так часто. Упс, она на меня обиделась. В общем, классная помада, но я ей не часто пользуюсь. Также здесь помада от Maybelline, вообще, которой я практически не пользуюсь. Я не знаю, как она попала в мою косметичку. Ну, здесь есть также полезная помадка, не удавая вот такая вот от Фаберлик, я ей часто пользуюсь, поэтому, в принципе, она здесь достойна остаться. Вот такой вот бальзам тоже, как бальзам-блеск от Фаберлик, но он тоже, в принципе, часто мной используется. Здесь мой любимый блеск от Essence. Ну, неплохой такой, поэтому я его с собой беру частенько. Вот. А также здесь есть бальзам для губ от Фаберлик, хороший. Вот он всегда со мной. Также я сюда положила кисточку, которую тоже заказала у Фаберлик, которая не очень хорошего качества, но как бы как дорожный вариант подходит, и поэтому в косметичке ее ношу. Она, кстати, не очень большого размера. Вот. Румяна у меня с собой тоже от Фаберлик, потому что такие вот они у меня не ходовые, как бы... Дома я ими не пользуюсь, но вот с собой взять, в принципе, можно. Обязательно, конечно, зеркало, вот такое вот у меня. Хорошее зеркальце, мне нравится. Карандаши для губ с собой, опять-таки, я не знаю, зачем мне с собой. Но вот этот нужный карандаш для губ нюдовый от Фаберлик, я его очень люблю. Также тут от Дебора Милана, вот такой коричневатый. Не знаю, я вообще редко пользуюсь такими, такого цвета помадами, не знаю мне зачем. Но лежит. И тут же и пластыри лежат, которые уже старые, надо выкидывать. В общем, вместе с вами буду перебирать косметичку в итоге. Так, что еще? Лежит у меня крем для рук. Я с собой ношу вот такой вот крем для рук, велюр. Очень классный крем, недорогой абсолютно. Может быть, не самый полезный здесь состав, но почему-то он мне очень хорошо увлажняет руки. Пахнет нейтрально, такой он довольно, жидкая консистенция, не очень густая. Немножко оставляет на руках пленочку, но тем самым позволяет не выпускать из кожи влагу, даже если вы там часто моете руки или еще что-то. В общем, мне очень нравится этот крем. И потому что он дешевый, и потому что очень хорошо влияет на мои руки. Дальше. Конечно же, у меня лежат две пачки салфеток обязательно. Это всегда сухие салфетки, и это всегда влажные салфетки. Вот эта парочка всегда нужна в моей сумке. Я внимательно за этим слежу, чтобы они пополнялись. Еще одна пачка салфеток, это, наверное, уже дочка мне положила. Мой кошелек, ветеран, мне его подарила мама, по-моему, на прошлое 8 марта. Знаете, как-то давно я узнала, что по фэн-шую лучше, чтобы кошелек был красного цвета, и с тех пор у меня только красные кошельки. Наверное, уже лет пять у меня только красные кошельки. Я не знаю, почему, но мне вот как-то нравится. Ну, этот кошелек, я бы не сказала, что он прям самый-самый удобный, но он, по крайней мере, несмотря на то, что я им пользуюсь как бы постоянно, он еще сохранил свой вид. Здесь, как обычно, в общем, отделение для карточек, отделение для денежек, и, в общем-то, для копеечек, естественно, тоже. Есть отделение, и здесь сверху тоже можно напихать кучу всего. Так что, ну, кошелек, на мой взгляд, функциональный. Единственное, вот здесь вот карточки как бы удобно засовываются и высовываются, а вот отсюда как-то проблематично, поэтому иногда я три часа вожусь в магазине, когда пытаюсь достать какую-то карту. Вот, вот такой у меня кошелек. И также здесь лежит моя аптечка, моя экстренная помощь самой себе или моим окружающим. Вот такая вот маленькая-маленькая косметичка, но в которой лежат все необходимые мне лекарства. Почему я ношу, скажем так, довольно объемную такую аптечку с собой? Потому что я человек-паникер, скажем так. Мне надо, чтобы под рукой были самые необходимые лекарства, даже если вот мы находимся в городе, и вроде бы рядом есть аптеки, но я должна знать, что у меня в сумке точно есть какое-то вот такое необходимое лекарство. Плюс, когда мы куда-то едем или еще что-то, это тоже иногда выручают. Я примерно покажу, что я ношу с собой, ну, если вам, конечно, интересно. Помимо женских наших дел, которые у меня тоже здесь лежат, здесь лежат вот такие вот капсулы гипобини. А у кого проблемы с желчным пузырем или желчными протоками, то, наверное, знают такой препарат. У меня вот как раз-таки есть диск низе желчевыводящих путей. Звучит некрасиво, но, в общем, нуждается я в таких таблетках. Иногда также здесь капсулы, которые называются лапирамид, хлорид. В общем, это средство вас спасет, если у вас экстренно возникла диарея. По любой причине, отравления, нервы или еще что-то, вот это средство отлично помогает, проверено мною уже много-много раз. Не только, как говорится, на себе. Очень дешевое, очень действенное, но, конечно, надо быть аккуратными, то есть часто пить, конечно, нельзя. Только в экстренных случаях. Также у меня здесь есть таблеточки Аллахол, также таблеточки Персен, вообще это мой мастхэв. Очень хорошее успокоительное средство, натуральное, на травах. Иногда не требуется в жизненных ситуациях разных. Также здесь есть обезболивающие Темполгин, уже всего лишь две таблеточки осталось, тоже не дотребуется. И что тут еще есть? А, и есть таблеточки Тевигил, так как я аллергик. И всякое может случиться в этой жизни, не дай бог, конечно. Но вот, знаете, жизнь меня научила, вот самые такие необходимые лекарства держать под рукой. Так, дальше. Мы освободили основные мои отделения, залазим в такой типа потайной карманчик. Первое, что я там вижу, это пакет. Сейчас тоже расскажу. В общем, мы часто бываем в магазинах, естественно, и берем там пакеты. Пакеты, когда платные, когда бесплатные, но в любом случае иногда не очень много берешь покупок, и все равно берешь пакет. В итоге у нас этих пакетов дома просто огромная куча мала. Мне это не нравится, во-первых, потому что занимает место, во-вторых, потому что загрязняет окружающую среду. И я взяла себе за правило хотя бы один пакет носить с собой. Лучше, конечно, два, но вот у меня пока тут один. Вообще, я хочу заказать с одного китайского сайта такую довольно большую хозяйственную сумку, которая складывается в маленький такой квадратик. Которую постоянно буду носить с собой, которая там не порвется, и которая экологичная. И, в общем, я считаю, что это очень полезно. Каждая женщина должна в сумке что-то такое носить. Вообще, пакет может пригодиться в любой ситуации, поэтому я уже в этом плане всегда его ношу. Также у меня здесь вот такая интересная расческа. Вот, с такими и с такими зубчиками. Сейчас расскажу, откуда она у меня взялась. Мы ездили на поезде в Алма-Ату, в общем, и нам давали такие косметички, в которые был самый необходимый такой набор вещей. Ну, то есть, паста, щетка, мыло и так далее. Вот такие расчески. Очень удобно. То есть, можете и причесаться, и где-то даже пробор сделать. А потом она легко моется. Вот я ее мою там с шампунем, да, щеткой. В общем-то, и у меня такая лежит, у дочки такая лежит. В общем, удобная расчесочка. Мне нравится. Дальше у меня лежит, конечно же, санитайзер для рук, спреи для рук с антибактериальным эффектом. У меня Аура с алоэ, там, витамином Е и так далее. Мне нравится, что она не пахнет спиртом, она пахнет вот именно алоэ. Также мне нравится, что это средство в виде спрея. Я вообще сейчас вот такие штучки только в виде спрея покупаю, потому что это гораздо удобнее, чем выдавливать. И как бы экономично, вот я им пользуюсь уже давно, и только вот ополовинила. Всегда-всегда беру с собой, и всегда им пользуюсь в различных ситуациях, а они бывают всякие. От болезней, болезни от грязных рук возникают самые разные, поэтому я всегда за это переживаю. И также, конечно же, со мной мой ребенок, и нам это средство очень нужно. Так, и вот последние две вещицы, наверное, да? Предпоследние, может быть, капли для носа на зевин. Это детская версия. С собой брала, потому что у дочки был насморк, и вот, в принципе, они были нужны. Также у меня всегда лежит ручка, тоже может пригодиться в разных ситуациях. Ручка автоматическая, то есть, чтобы она ничего не исчеркала в вашей сумке, удобнее, если она автоматическая. Вот, что еще? Последний карманчик, где у меня лежат ключи, которые я тоже уже показывала, по-моему, на этом видео. Вот такая вот большая у меня связка. Хотя, в принципе, в основном здесь ключи от квартиры моей мамы. Ключ от домофона, да? И какие-то старые ключи от предыдущей нашей квартиры. В общем-то, я до сих пор как-то не избавлюсь от лишних ключей. Не знаю, то ли это память какая-то. Также у меня здесь есть спонжбоб девочка. Вот, и зайчики, которых уже осталось... О, господи, сколько их тут осталось-то? Всего два. Хотя было их, по-моему, пять или шесть. Вот. Но ключики тоже со мной всегда. Это естественно. Вот. Ну и последний мой карман, он пустой. Так что вот, это все, что я ношу в сумке. Сразу хочу сказать, что это практически минимум того, что я с собой ношу. А чаще всего я еще что-то там наверх напихиваю, что мне пригодится в каком-то отдельном случае. Вообще, то, что я вам показала, это, скажу так, мой базовый набор. Джентльменский практически. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Оценивайте, комментируйте, оставляйте новые запросы. Я всегда буду рада их выполнить. И до следующего видео. Пока-пока.